я приветствую вас в своем канале в этом видео я вам покажу как отремонтировать энкодер имеется у меня вот такой вот усилитель у которого начал шалить рукоятка управления громкости то есть мы вращаем и вместо того что прибавляется убавляется или наоборот как-то убавляем она прибавляется или вообще не движется никуда здесь у нас вышел из строя энкодер механический сейчас я разберу и покажу вам как его отремонтировать в лучшем случае конечно его просто заменить купив новую но если не имеется такого где-нибудь в продаже приходит придется где-то заказывать очень далеко и ждать очень много можно его отремонтировать сейчас я его разберу и уже на столе вам покажу плату где он установлен покажу как его выпаять и отремонтировать снял панель сейчас я разберу и будем выпаивать энкодер снимаем крышечку или рукоятку громкости откручиваем здесь винтик который держит энкодер откладываем в сторону и откручиваем винтики которые держат плату так плата снялась и смотрим энкодер, энкодер у нас конечно разручен но сейчас я выпаю и будем его немножко ремонтировать наношу флюса чтоб легче у нас полу отсос собирал олова берем олова отсосик у него такого вот вида прогреваем так энкодер есть нагреваем олова чтобы она расплавилась и применяем олова отсосик вот так вот еще надо плохо получше но все равно плохо и получается неудобно сломали уже ладно это не важно сам разобрался смотрим чтоб усики не были поломаны все в порядке откладываем в сторону и отплавим дальше заднюю крышку энкодера загнули концы блин и тяжеловато нам теперь опа все получилось замечательно так теперь еще контактная конечно сложновато но без олова отсоса еще будет хуже так эти контакты большие крепежные у нас очистились теперь сами контакты энкодера нужно будет плоховатенько опачки плохо прогревал хорошо все замечательно вылетала олова отсоса отложим в сторону пригодится потом так по идее он должен у нас разобраться некоторые контакты еще не до конца открепились вот так вот пошевелим их чтоб отлетели тут вообще конечно жесть так ладно так нам не получится все таки держит все таки держит главное нам открепить вот эти вот контакты все таки большие конечно придется опаивать все диоды берем паяльик все выходит так ну эти большие конечно придется опаивать все диоды берем паяльик вот из чего состоит энкодер это диск с рисками который находится внизу и щеточки которые находятся на рукоятке энкодера основные причины поломки энкодеров это две поломки это то что энкодер разбалтывается и контакты перестают плотно прилегать к диску происходит ложность срабатывания или дребезг контактов также вторая причина это то что при трении контактов а диск происходит выделение металлической стружки стружка попадает смазку и смазка начинает просто коротеть у нас происходит ложное срабатывание соответственно мы видим тот результат который я вам показывал в начале видео сейчас я возьму спирт метиловый ватные палочки и будем хорошо прочел протирать энкодер избавляется будем будем избавляться от этой плохой смазки видим что смазка она с краплениями металлической стружки хорошо протираем диск полностью вычищаем энкодер от смазки также протираем контакты польем спиртом и хорошо протрем осторожно чтобы не повредить сами контакты не отогнуть их теперь берем отверточку и аккуратненько отгибаем контакты чтобы они лучше прилегали потому что после долгого использования ослабляются делаем это без фанатизма чтобы их не испортить также сейчас мы протрем саму рукоятку на всякий случай чтобы полностью избавиться от старой смазки здесь тоже наличие стружки металлической смазки теперь берем смазочку я использую вот такую смазку купленную на алиэкспресс да по смазкам ребят нельзя использовать ни в коем случае в аудио аппаратуре или в какой-нибудь электрике это минеральные смазки то есть тот же литол или какие-нибудь автомобильные смазки изготовлены из минерального то есть минеральных продуктов то есть это нефтепродуктов извиняюсь потому что сам пластик тоже делается из нефтепродуктов и когда если вы будете использовать эти минеральные смазки то пластик будет просто разъедаться что будет выводить из строя аппаратуру или тот же энкодер используем вот такую смазку которую я покупал для смазки пластиковых шестеренок или же покупаем какую-нибудь синтетическую смазку любую можно тоже их использовать если в крайнем случае ничего не нашли то покупаем технический вазелин который используется в аудио аппаратуре и смазаем наносим смазку без фанатизма аккуратненько не слишком много не слишком мало чтобы оно было смазываем весь энкодер и загадаем обратно вот это должно быть или нет, чтобы не было вороза а то они будут помешать вот тоже так было что блин, я не помню так нет, скорее всего вот так так угибаем, дожимы загибаем так не имеет разницы куда давайте сначала ставим нижнюю часть так как-то сейчас сразу неудобно и нижнюю часть что-то ни хрена не сводится наоборот и осторожнее погрите гусы контактор что-то не так ни хрена не идет вот так должно быть так, что-то не получается нам перевернуть надо нижнюю часть так она должна стоять какой-то сложный инкуля вот, все встало на место и остается зажать зажим ничего сложного просто загибаем все, импотер у нас обремонтируем теперь осталось поставить панель и проверить, как будет работать у нас это рукоятная громкость да, отдадим на всякий случай контакты, которые будут впаиваться контакты корпуса чтобы лучше входить так, берем вкладку вставляем все так, что-то не мешалось так, смотрим чтоб ничего не мешало нам впаивать смотрим, чтоб инкулья стояла ровно чтоб потом ручку не прикосилась и припаиваем его и без сус конечно не получится что-то помог не туда его все плаивай давай ребят, покажу вам лайфхак как очищать отрезки из обитой колы нагреваем паяльчик берем зубочистку и просто втыкаем в отрезки и ждем, когда кола у нас состоит все, отрезки у нас готовы еще раз пробуем поставить на плату да, здесь тоже мы стоим да, здесь тоже мы стоим слетом можно собирать дальше пробовать что-то не хочет влезть все, установлено сразу закручен датчик, чтобы не забыть и влезть где нужно панель установлена усилитель и теперь пробуем видим что пропусков шагов нету прибавлять прибавляет убавлять убавляет даже если быстро крутим энкодер ведет себя адекватно то есть мы его отремонтировали в этом видео он показал показал что ремонт энкодеров не такой же сложный в принципе за 15 минут 20 минут можно его отремонтировать чем бегать по магазинам где-то искать как в моем случае такой энкодер я бы наверно не нашел даже в китае на этом все до свидания до новых встреч